Здравствуйте, мои дорогие девочки! Ну что же, наступил наш день, и мы снова с вами вместе. Сегодня, конечно же, у меня настроение получше. И всё, друзья, благодаря вам, вашим тёплым комментариям, которые я читала целую неделю. И, конечно же, вдохновлялась. Ну, как и обещала, я пошила костюм. Вы помните, да? Брючки были уже готовы. Я пошила жакет и полуюбку. Трудилась целую неделю, как пчёлка. Ну, сейчас покажу вам в деталях и расскажу, как всё это происходило. Но сделала на этот раз рукав подлиннее. Ну, люблю я, девочки. Даже сегодня вот у нас очень жаркая погода. И, тем не менее, я привыкла в Израиле носить одежду с длинным рукавом. Некоторые люди, которые не живут в жарких странах, думают, что, наверное, в жару нужно, наоборот, раскрывать тело, чтобы оно дышало и как можно больше раскрытого тела находилось на солнце. На самом деле нет. Нужно, наоборот, его прикрывать. И я к этому уже привыкла и даже не стала делать вот такой рукав по локоть, а сделала рукав три четверти. Люблю я такой рукав. И ручки закрыты, не сгорят, и браслетики видны на ручках, запястье открыто. И это очень мне нравится. И в то же время, если немножечко похолодает, этот жакетик будет как раз в тему, как говорится. Ну, что я сделала? Сделала обманные пуговицы. То есть петель нет вообще. Пуговицы купила очень симпатичные. Смотрите. Видите, девочки? Такие крупные, с рисунком каким-то таким этническим. Но всего было четыре штуки. Возможно, этого недостаточно. Возможно, нужно было еще бы одну сделать на полуюбке. Но было всего четыре штуки. Пуговицы оказались очень дорогими. По 3,50. Да. Но отказаться от них я не могла. Я посчитала, что они очень интересно будут здесь смотреться. Петли пробивать не стала. Еще не уверена, нужны они здесь или нет. Через горловину прекрасно проходит голова. Поэтому, чтобы не возиться, пришила пуговицы и решила, что на этом все. Хотя вот сейчас реально понимаю, что жакет был бы более функциональным, если бы он все-таки расстегивался. Но нужно подумать, как вы считаете, девочки, нужны петли или нет? Думаю, если будут петли, то можно будет накинуть жакет на какое-то легкое платье. Правда? О, наверное, все-таки нужны. Сама себе задала вопрос и сама на него себе и отвечаю. Ну, в общем, жакет сделала укороченный. Низ этого жакета я немножечко утяжелила. То есть, сделала вот такую, подшила планочку, чтобы он немножечко обвисал. Потому что ткань очень оказалась тонкой. Это тонкий лен. И, конечно же, полуюбку. И смотрите, какой карманчик я приделала к этой полуюбке. Вот смотрите, какой функциональный получился карманчик. Он очень пригодится, когда вы заходите в магазин, снимаете очки и кладете в карман. Я так частенько делаю. Полуюбка. Кто впервые зашел на мой канал, выглядит вот так. Смотрите, девочки. Два куска полотна, которые завязываются на талии. Вот, смотрите. На талии узелочком, поясочком. И свободно эта полуюбка сидит на талии. А под низом находятся брючки, свободные и широкие. Вот такая вот красота. И если надеть просто брючки и жакет, это тоже будет красиво. Но все-таки, когда есть полуюбка, тогда, друзья, мы не уходим от нашего любимого стиля боха. Да, я так думаю. И если вы заметили, я надела желтые кеды и желтое украшение. Мне кажется, сюда оно очень подходит. Хотя вариантов очень-очень много. Представьте себе, можно надеть... Вот, кстати, я взяла еще серую сумочку, которую я вам показывала. Потому что здесь есть серые полосочки. И к этому костюму, я думаю, вариантов очень много. Сюда можно добавить черное на контрасте. Можно добавить белое, зеленое, хаки. Ну, в общем, я думаю, цвет персика выдержит очень-очень много сочетаний. Да, получился вот такой костюм, который в жаркую погоду будет просто-просто незаменим. Ну, а теперь давайте посмотрим. Я продефилирую в этом костюме. И вы посмотрите, как это выглядит со стороны, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, дорогие мои, как вам понравился костюм? Пишите. Мне очень-очень важно услышать ваше мнение. Ну, продолжаем. Хотела вам рассказать, чем же мы занимались еще с моим оператором. Ходили, гуляли. Мы очень свободны. У нас много свободного времени, пока тут делаются бюрократические всевозможные дела с документами. Мы принадлежим сами себе. И поэтому посещали много разных мест. Нашли кафе, в котором нам приятно пить кофе. Посетили несколько магазинов. Кое-что купили моему мужу. Он тоже, как и я, любит льняную одежду. Тем более сейчас чудная погода, жарко. И я думаю, лен – это очень совершенно незаменимая ткань, из которой приятно носить одежду. И вот, проходя мимо одного из аутлетов, мы увидели красивые витрины и зашли. И представляете, как я была рада, когда увидела обилие цветной одежды из натуральных тканей, друзья. Ну, конечно же, я не могла пройти мимо и не поснимать для вас. И хочу вам сказать, что мне не отказали. Мне сразу разрешили снимать. Но теперь я поняла, в чем была моя ошибка. Вы помните, я рассказывала вам о том, что когда мы были в Берлине, мне отказали в съемке. И вот теперь я повела себя несколько по-другому. Я сказала о том, что мне нужно снять для своей подруги, сфотографировать, сделать фото для своей подруги. И мне сказали, пожалуйста, без проблем. Вы представляете, не нужно сообщать о том, что ты блогер. Это не очень нравится людям. Их это немножко удивляет, пугает, шокирует. Они не понимают многие, чем я занимаюсь. И поэтому лучше сказать, что ты сделаешь это для своей подруги. И тогда вам не откажут. Что, собственно, и случилось. Я спокойно ходила по магазину, снимала интересные для меня вещи. Мой муж там что-то перевешивал, держал и так далее. И никто, представьте, никто меня не остановил и не сделал мне замечания. Вот век живи и век учись. Теперь каждый раз я буду так себя вести в магазинах, друзья. Ну что же, дорогие мои девочки, давайте лучше зайдем и посмотрим, какая интересная и веселая одежда продается в этом магазине. Лучше один раз увидеть, как я всегда говорю, чем десять раз услышать. Вперед! Чудесная погода. Узкие улочки Равенцбурга. И мы гуляем. На улицах стоят столики. Люди отдыхают, пьют кофе. Мощеные брусчаткой тротуары. Необычная архитектура. Очень красиво. И, конечно же, витрины магазинов. Увидела веселую витрину. И написано, что 30% скидка. Зайдем посмотрим. У входа сразу стоят красиво одетые манекены. Смотрите, какая интересная сумочка. Вы видите, какая висит веселая одежда. Я, когда зашла и осмотрелась, была приятно удивлена. Оранжевые жакеты, желтые брючки, голубые рубашки, молочные пиджаки. Ну и, конечно же, черный. Куда же без него. И все это, девочки, из натуральных тканей. Смотрите, какие вкусные оттенки. Я просто обрадовалась. И самое главное, что в этом магазине мне разрешили снимать. И сейчас мы посмотрим, что же здесь продается. Смотрите, какой красивый цвет. Висят куртки, рубашки и сумочки. Целая стойка разноцветных платьев. Ольняная одежда меня привлекает больше всего. Особенно понравился вот этот салатовый бомбер. И целая стойка красной одежды. Всевозможные укороченные и удлиненные топы. Какой веселый магазин. Ведь правда? И даже манекены все одеты в одежду из натуральных тканей. Скидки от 30% до 70%. Брючки красные. Хочу, хочу. А вот мы дошли до мужского отдела. Обойти его мы никак не могли. Потому что мой муж тоже любит одежду изо льна. Смотрите, какие веселые рубашки для мужчин. И желтые, и голубые, и хаки. Просто радует глаз. А еще мне понравились вот такие пиджаки мужские. Цвета небелиного льна. Мужчины ведь тоже должны одеваться красиво. А в глубине магазина мы попали в большой зал, в котором находится одежда по самым низким ценам. Вот видите, там написано и 5, и 10, и 15, и 20. И посмотрите, какое все цветное и веселое. Я думаю, при желании здесь можно разгуляться. И обязательно выбрать что-нибудь подходящее в нашем любимом стиле Боха. Я заметила интересные кардиганы, топы, жакеты. В общем, было бы желание, и можно тут покопаться основательно. Смотрите, какие чудные поясные сумочки. Вот я нашла парочку укороченных трикотажных топов. Мне кажется, если их интересно скомбинировать, то они обязательно войдут в Боха гардероб. И кардиганчик тоже неплохой. Если добавить к нему широкие черные брюки, и черную рубашку, и черную шляпу, представляете, как все это будет красиво смотреться. А вот я подошла к таким полочкам, на которых даже обувь расположена по низким ценам. Смотрите, какие интересные сандалии. И шляпка тоже неплохая, мне понравилась. Нашла парочку интересных платья-рубашек. Я их тоже иногда ношу. А вот тоже откопала интересное платье. И такие платья в разных цветах, льняные. Платье-майка. Вот смотрите, и желтое такое. Я сразу себе представила, как можно скомбинировать это платье. Например, надеть сверху укороченный жакет, шляпу, сумочку плетеную, кеды или сандалии плетеные. Повесить на шею шарф скрученный или сжатый. Или украшение крупное. Браслеты на руки. Красивые очки. И вуаля, вы будете звезда. А юбки, посмотрите, какое чудо. В общем, чудесный магазин. Мне очень понравился. Буду туда заглядывать. И, конечно же, снимать для вас, девочки. Все интересное. Ну что, дорогие мои. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. В общем, все как всегда. Берегите себя, дорогие мои. И увидимся в следующем ролике. Я буду ждать вас, как всегда. С радостью и любовью. Пока-пока, дорогие мои. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok